МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От реализма до абстракционизма или романтического импрессионизма. Последнее определение направления живописи Василия Николаева придумали зарубежные почитатели его творчества. Художник согласен и с этими названиями, но есть у него и любимая характеристика своей живописи. Я даже употребил такое выражение одного философа Рожа Гарради «реализм без берегов». Мне кажется, что абстрактными вещами нельзя назвать мои картины. Это все-таки реализм, но без берегов. То есть там не видно, что вот здесь аква дошел, и тут уже все заканчивается реализм. Василий Николаев пишет скорее душой, чем логикой, но его путь начинался с реализма. Родившись в Киеве, со временем он с семьей переехал в Рязань. Большую роль в жизни мастера сыграло его обучение в Рязанском художественном училище. Педагоги давали возможность выйти за пределы реальности, нарушить какие-то правила. У нас в училище, здесь Куракин был такой, с очень известным таким, мощной харизмой. Вот он наоборот говорил, что, ребята, вы должны делать сказку на холсте. То есть не так, потому что натура уйдет, и никто не будет знать, какая она. А то, что останется на холсте у вас, вот потом пройдет и 10 лет, и все будут говорить, ага, вот она и есть настоящая жизнь. А не то, что было в тот момент. Этот урок задал дальнейший тон его творчеству. Когда будущий заслуженный художник России поступил в Киевский художественный институт, педагоги заметили, что он отличался от других студентов. И даже пытались убедить работать его в реалистичном направлении. Творчество юного Василия отличалось от украинских мастеров некой нервозностью и прохладой. Он искал свой стиль. Это как право и паруса, да? Вот никогда в жизни не видел, а знаешь, что вот должен он прийти. Должно это случиться. Так и здесь то же самое. То есть я, разумеется, не знал, что я вот так буду писать. Побывав позднее в музеях Франции, почувствовав работы Шагалла, Пикассо, прогулявшись по саду Сезанна, сохранив до сих пор листочек с одного из деревьев в этом саду, Василий Николаев вдохновился, увидел что-то свое. В его творчестве, как и в работах великих мастеров, хранится глубокий смысл, яркие эмоции, переживания. Его дипломная работа в Киевском институте, помимо этого, наполнена и историческими фактами. Это эскиз. Сам Холст долгое время находился в Музее спорта в Киеве. Это Киевская Динамо, 42-й год. Это знаменитый матч смерти. Когда, ну это тоже такое мифологическое, уже тогда, видите, вот было интересно, как мифология такая. Киевляне, значит, их, ну, фашисты, они оккупировали, был же оккупирован Киев. И они решили, чтобы доказать свое превосходство над славянами, так сказать, провести матч и обыграть их. И вот они начали играть после первого тайма, там два тайма, да, в футболе. После первого тайма они проигрывали, причем очень крупно, там 4-1 или 4-0, что ли. Вот, и они сказали им в перерыве, это вот как раз перерыв, они им сказали, что если вы не проиграете, значит, будете расстреляны. Проблемы выбора, отваги, чести. Украинцы стоят перед выбором, проиграть и остаться в живых, или победить. Они выиграли. Вратарь и двое защитников затем были расстреляны. Остальные футболисты были отправлены по концлагерям. Научиться рисовать может каждый, но художником стать, конечно, не каждый. Потому что художник – это все-таки мировоззрение, и это внутренняя жизнь, которая есть у художника, настоящего художника. Вот этому научить, ну, сложно. Научиться эмоциям и энергии дано не каждому. Правильно штриховать, наносить и смешивать краску, конечно, да. Но, по признанию Василия Николаева, иногда он и не замечает, какой техникой исполнил элемент на холсте. Все на подсознании. Такая внутренняя работа делает его творчество понятным даже детям в других странах. Они приходили с учительницами, учителями, да, и учитель говорил, ну, что вы чувствуете в этой картине, допустим, вот здесь. Они говорили, ну, тут, вот понимаете, тут мокро, тут дождь идет, вот мы видим какие-то люди под зонтиками, они куда-то торопятся сюда или туда. Ага, эта картина у меня назвалась «Иплёд». То есть идет дождь. Вы понимаете, то есть вот это ощущение, когда совпадение, это тем более вообще, я не знаю, как радует, потому что не только литературные совпадения важны, но и эмоциональные. И, наверное, это даже важнее. Выставки Василия Николаева начались с 77-го года по окончании института. В СССР, затем в Европе. Дорога до Германии могла длиться двое-трое суток. Василий Николаев с другими художниками добирались на автобусе с работами, чемоданами. Был железный занавес, потом вдруг все открылось, и они просто даже приходили иногда смотреть просто, что ага, нормальный человек или как, то есть что такое русский, да, или может действительно у него где-то там медвежья шкура. Вот, поэтому, да, они так внимательно рассматривали, дети то же самое. А потом тут же понимали, что ага, вот, вот, вот есть, да, это такой же человек, это интересный художник. Василий Николаев ожидал успеха, скорее не коммерческого, а признания. Получил он и то, и другое. Его работы с удовольствием приобретают ценители искусства по одной, циклами. Например, у этой работы с мифологическим сюжетом есть продолжение. Здесь изображены органавты, отправляющиеся искать золотое руно, счастье. Видны образы, настроения приподнятые, позитивные, а здесь, скорее всего, органавты вернулись на берег моря после поисков. Бывает так, что мастер сам не подозревает, что получится у него на холсте. Иногда люди замечают там то, что он сам даже не ожидал увидеть. Оказывается, вдруг, что какие-то там, вдруг, изображения лошади. Я никогда в жизни не думал, что там должна быть лошадь или что-то такое. Но она там присутствует. Как это ни странно? И почему она там присутствует? И что она там делается? Творчество Василия Николаева официально делится на три темы – театр, музыка и мифология. Но есть и другие. Эта работа носит название «Итальянский полдень». В ней каждый может увидеть что-то свое. Это там вдали моря. Это вот эти вещи. Здесь какой-то намек на бассейн или что-то такое. Это вот повнимательнее. То есть это много вариантностей. Здесь можно каждую трактовать по-разному. Вот голова. Вот этот. Видите? То же самое. Только у меня это больше лава напоминает. Ради Бога! Пожалуйста. Эта работа называется «Женщина в интерьере». Словом, ищите женщину. Оказывается, здесь несколько воплощений хозяйки. Она занимается разными делами. Силуэты повсюду. Кроме формы, содержание в работах весьма глубокое. Здесь изображен пророк. То есть он, видите, он идеален, он красив. Но тем не менее, посмотрите, у него лица-то… Нету. Нету. У него как будто и головы не было. Вот видите? То есть, что это значит? Вот и пусть каждый думает, что это значит. Вы сами не знаете, наверное. Я сам, наверное, не знаю. Потому что я только пытаюсь, откуда я знаю, что это. Получается, что сам творец является проводником информации в этот мир. Он заставляет работы звучать, играть, словно музыка. Многослойность, фигуративность. Со временем творчество становится более условным. Но есть эмоция, сюжет, борьба, суета, спокойствие, любовь. Масляные краски или акварель. Работать под музыку или в полной тишине – главное в своей мастерской. Короткого пленера Василию Николаеву недостаточно. Он возьмет работу с собой, чтобы довести ее до конца. Чтобы все персонажи и линии нашли на холсте свое место. Они передвигаются, меняются, они живут. Каждая работа – это вещь в себе. То есть она имеет свое, собственно, зарождение, жизнь, происходит, что-то все. Так и здесь тоже. То есть каждая работа – это вещь в себе. Это маленькая такая, маленькая вселенная. Сейчас мастер продолжает работать в разных направлениях. От более спокойных, теплых сюжетов до ярких и динамичных. Появляется много портретов, изображений рязанских актеров театров. Возможно, потому что он может совмещать в своем творчестве столько направлений. Сейчас Василий Николаев занимает передовые места среди художников. Он заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств и заместитель председателя Рязанской организации «Союза художников России». Через свое творчество Василий Николаев может дать людям почувствовать то, что раньше они не испытывали. В следующей программе «Человек в городе» на экране появится спасатель. Роман Бурмистров сначала становление службы спасения, когда в Рязани в ее составе было всего 8 человек, до сих пор продолжает радоваться в виде глаза людей, которым он помог.